друзья привет вы на канале дентюринг расскажу вам о том о чем давно давно уже надо было рассказать но все как-то не доходило время не получалось и как бы тема серьезная надо серьезно подойти показать какие-то схемы нарисовать но как-то все вот не получается поэтому решил рассказать сегодня вам по простому в двух словах двух словах конечно не получится но на словах скажем так на словах на пальцах показать и объяснить что такое лепестковый клапан потому что очень много ходят все ставят такой ажиотаж идет но многие не понимают зачем что дает то есть у людей очень много вопросов они мне постоянно эти вопросы задают вот сейчас я попробую на них ответить очень многие хотят увеличить мощность своего двигателя до сделать его жарче чтоб тянул лучше чтобы динамичнее ускорялся но не все понимают что например форсировка двигателя без лепесткового клапана она ведет к тому что мощность двигателя уходит на большие обороты мотор до становится мощнее оборотистей но он получает провал на низких оборотах то есть мотор получается имеет очень плохую характеристику для обычной дорожной эксплуатации то есть вы получаете взрывной мотор на котором спокойно медленно ехать будет просто невозможно и вот один из таких на мой взгляд самых интересных самых полезных полезный тюнинг это именно установка лепесткового клапана потому что она позволяет увеличить мощность двигателя именно на низких и средних оборотах замечу это обратите внимание что лепестковый клапан не увеличивает максимальную мощность двигателя то есть она у вас останется прежняя на максимальную мощность влияет уже другие моменты такие как там резонатор выхлопное окно карбюратор то есть не сюда не идем вообще лепестковый клапан позволяет именно увеличить мощность в том диапазоне в котором чаще всего используется двухтактный двигатель тем более советские моторы они не оборотистые они слабую надежность имеют да то есть можно любая форсировка она ведет тому что ресурс двигателя сильно снижается в любом случае то есть ну лепестковый клапан конечно тоже дает снижение ну почему он дает потому что любая мощность она естественно больше нагружает двигатель нагружаются подшипники там шатунные подшипники но лепестковый клапан это очень полезно потому что у вас во-первых увеличивается мощность причем мощность увеличивается вот сразу очень интересный момент на 25-30 процентов все зависит как бы от конструкции двигателя от особенности двигателя от выхлопной системы то есть на всех моторах по-разному и на разных режимах низких и средних оборотов она может быть разная прибавка но в целом где-то 25 процентов вы можете рассчитывать но опять же замечу 25 процентов не максимальной мощности а именно низкие средние обороты что это значит то есть если у вас максимальная мощность 10 лошадей например на при пяти тысячах оборотов то на 3 там двух трех тысячах у вас получится всего лишь около пяти лошадей потому что мощность растет до в зависимости от оборотов и вот получается что вы добавляете именно вот там где у вас 5 лошадей там это небольшая мощность да вот этих 5 вы можете считать 25 плюс 25 процентов и помимо увеличения мощности у вас еще и уменьшается расход топлива почему потому что все что у вас цилиндра попала она уже не вылетает в отличие вот например просто форсированного мотора без клапана получается что когда вы форсируете без клапана вы увеличиваете фазу впуска у вас на больших оборотах наполнение улучшается а на низких оборотах за счет широкой фазы у вас происходит обратный выброс смеси в карбюратор то есть эта смесь просто вылетает в трубу и таким образом расход топлива увеличивается мотор не экономичный здесь такого вообще нет все что залетела то залетела то есть установка лепесткового клапана дает увеличение мощности на низких и средних оборотах на 25 процентов плюс экономия топлива потом значит получается какой эффект те люди которые ставили они говорят что по ощущениям едешь и мотор лучше тянет но при этом меньше надо будет давать газу плюс мотор более мощный соответственно меньше оборотов надо ему давать плюс к тому же за счет третьего канала до происходит более лучшее наполнение цилиндра значит спрашивают что будет если не делать третий канал ну конечно это плохо то есть у вас фаза впуска улучшается но не эффективно не настолько насколько она может увеличиться то есть максимального эффекта нет плюс тому же когда вы третий канал не делаете третий канал я имею ввиду канал в цилиндре не окно на третий канал в цилиндр вверх то есть в литературе написано что есть книжка одна хорошая интересная двухтактные карбюраторные двигатели там проводили испытания на стенде как влияет все но там написано что если не делать канал сверлить окна но не делать канал максимальная мощность двигателя падает процентов на 10 падает то есть все равно клапан как бы немножко мотор души если вы делаете канал то мощность остается точно такая же как и было то есть падение мощности не происходит это все за счет того что улучшает улучшается из-за того что улучшается наполнение вот этим вот третьим каналом то есть как бы продувка лучше и соответственно мотор отдача лучше так что вот как-то так и взял и а уже пилить не пилить это ваше дело хотите не пилите хотите пилите конечно надо делать третий канал это серьезная вещь его надо сделать аккуратно ровно по центру не в кривь не в кость определенный угол должен быть выхода вот если сделать коряво то может получиться так что и прибавка или работа мотора может быть не очень нормальная так что смотрите думайте как она будет лучше надо делать не надо решать уже вам я даю вам всего лишь знания которые вам помогут определиться что вам надо делать а что нет то есть установка лепесткового клапана это конечно большой плюс тяга экономия это хорошо сельской местности то есть это хорошо для мотоцикла эндуро когда вам надо сделать так что мотоцикл тянул потому что форсировка без клапана это подрыв то есть у вас получается мотор мощнее но он взрывной и он взрывной на больших оборотах то есть на подъемах такой мотор будет срываться в букс как кроссовый двигатель например да эндуро вский мотор у него характеристика больше на низких и средних оборотах момент больше то есть он на малых оборотах лучше тянет там где у красача мощности уже можно сказать что еще нет а когда появляется она появляется слишком мощно резко и срывает колесо и мотоцикл просто останавливается на подъеме а с клапаном он именно тянет тянет как танк в подъем и если вы еще звезду поставите будет вообще тащить как паровоз вам вам надо интересно откуда берется эта мощность почему установка клапана прибавляет мощность значит смысл в том что например участок современных моторах на многих на скутерных моторах клапан устанавливают прям в кривошипную камеру то есть поршень вообще не участвует в наполнении кривошипной камеры свежей горючей смесью то есть всем управляет клапан начинается разряжение в картере сразу начинается всос как только пошла обратная волна клапан сразу раз и закрылся то есть мотор берет ровно столько сколько может взять причем на разных режимах он может брать по-разному поэтому фактически мотор сам регулирует сколько смеси ему надо взять вот это самое главное поэтому когда вы ставите клапан многие сразу спрашивают а в каком месте сверлить отверстие в поршни ребята смотрите важно то чтобы ни в одном положении поршня у вас спуск не закрывался на минске например получается что когда вы ставите и не делаете окно или делайте внизу получается что когда поршень идет в нижнюю мертвую точку эти окошки раз и закрываются то есть фактически вы впуск перекрываете и таким образом и третий канал может не работать поэтому обязательно когда вы делаете канал вверх у вас обязательно еще должно быть сообщение под поршневым пространством то есть это очень важно я показывал своих роликах как это делается смотрите ролики по установке лепесткового клапана на минск все это есть то есть вот это улучшенное наполнение максимально возможное наполнение цилиндра она и дает такую большую прибавку мощности для сравнения увеличение степени сжатия увеличивает мощность на 5-6 процентов это 5-6 процентов от скажем общей мощности двигателя да то есть если у вас 10 лошадиных сил то 5-6 процентов это где-то пол лошадиной силы наверно получается за счет чего увеличивается за счет того что сильнее сжимается сильнее взрывается соответственно увеличивается давление на поршневые культа увеличивается выделение тепла то есть этот тюнинг такой который действительно уменьшает ресурс и на так что увеличение степени сжатия оправдана тогда когда вам надо грубо говоря 76 бензина перейти на 92 а лепестковый клапан дает прирост 25 процентов причем это не в ущерб двигателя потому что степень сжатия у вас остается тоже у вас улучшается просто процессы продувки наполнения горения и прочего да то есть мотор становится мощнее за счет немножко других моментов я считаю что вот это вот для 100 обычного даже мотора стандартного это очень хороший очень правильный тюнинг который реально полезен который добавляет мощность экономит топлива улучшает экологию за счет того что качестве не сгорает топливо даже и выхлопные газы менее токсичные получается при правильной регулировки конечно карбюратора так что лепестковый клапан однозначно это я считаю что самый самый полезный тюнинг самый важный момент друзья мои после установки лепесткового клапана особенно после того как вы сделали все мероприятия 3 канала кошки все обязательно нужна регулировка карбюратор обязательно потому что мощность она не берется из ниоткуда то есть если где-то у вас технически есть возможность прибавить мощность то есть она добавилась после вашего тюнинга то обязательно в этом месте мотор будет беднить то есть если у вас появился провал значит все нормально значит схема работает и там где провал вы должны добавить добавить как раз требуется на холостом ходу и на средних оборотах то есть как правило особенно тех кто ставят карбюраторы паку особенно новые говорят что вообще можно завести только на подсосе на других режимах он не работает то есть обязательно надо было жиклёр холостого хода делать больше холостой ход ну если у вас стоит там 47 то может быть 50 может быть 55 но как правило не больше то есть обязательно нужна корректировка игла не поможет работает мотор говорят что только при полностью закрученном винте качество тогда он еще как-то работает тогда смесь то есть когда не совсем не идет воздух а когда идет только вот один бензин как-то еще более-менее поэтому обязательно нужна корректировка у меня не было таких проблем никогда на моем минске потому что у меня стоит старый замученный карбюратор пака то есть он мне достался в плачевном состоянии я его почистил перебрал жиклеры быстрее всего у него уже разношенные со временем топлива тоже жиклеры разъедает то есть отверстие увеличивается и по всей видимости как бы мой мотор особо не заметил ему наоборот стало хорошо из мотор стал работать нормально главный жиклер не надо менять то есть максимальная мощность у вас как было она так и остается вся корректировка идет жиклером холостого хода и положением иглы вы можете немножко средний оборот еще посмотреть подкорректировать не у всех получается то есть постоянно все кому я когда-то помогал делал поршневую все потом писали мне о том что провал настроить не могу и не знаю может быть даже не все справились конечно я всем объясняю что именно вот так надо сделать тот кто справился были такие ребята у тех все получилось они говорят довольны отлично работает мотор прет просто как там когда вы до строите карбюратор когда вы дадите то что ему нужно дадите ему у кого-то были проблемы из-за того что сайт из подсальников воздух сосала то есть проблем много разных люди пытаются что-то делать то есть я уже неоднократно своих роликах рассказывал что нет смысла ставить новую поршневую тем более с лепестковым клапаном на старый изношенный двигатель потому что пока у вас слабая компрессия еще мотор хоть как-то худо-бедно работает когда увеличивается производительность поршневой она увеличивается с хорошим поршнем с кольцами герметичность хорошая поршневая сосет хорошо и она естественно начинает сосать со всех щелей и все и получается идет подсос через коленвал и мотор настроить невозможно только после того как вы все переберете поменяете поставите хорошие сальники тогда это все нужно будет отрегулировать еще очень много вопросов у людей по поводу того что клапан yamaha jok очень маленький что его ставить бесполезно я всегда об этом говорю что да он не сильно большой скажем так совсем впритык и впритык для стандартного мотора то есть никакой претензии на спорт быть не может это клапан для стандартного мотора клапан yamaha jok такой же клапан ставится на 100 кубовую ямаху на скутера да то есть что 50 что 100 клапан у них стоит одинаковый то есть стандартному мотору хватит если вы хотите делать спортивный вариант то есть хотите максимальную мощность увеличить там резонатор ставить однозначно надо ставить клапан больше это как минимум клапана совы и маха rd 350 250 там есть разные вариации вот этих клапанов будет достаточно для того чтобы было нормально скажем так потому что на спортивных моторах на больших там клапана стоят еще больше ну и сразу кстати еще один момент очень часто картингисты пишут молодые типа вот хочу на карфель поставить мощность максимальную поднять но я сказал что максимальную мощность не добавляет и скоростной картинг абсолютно нет никакого смысла ставить клапан потому что в основном картингисты мотор используют на максимальных оборотах то есть но это это не нужно просто получается ставить ограничитель душилку для картинга этот клапан не нужен и ни на одном клапане который крутит 18000 оборотов есть такие картинговые моторы ни на одном моторе клапан не стоит потому что он там просто не так что вот так вот клапана ставят на картинге в основном на зимний для зимних кроссов когда не нужны обороты и лишний срыв не нужен то есть делают специальный мотор для зимы для тяги вот это в принципе как вариант куда согласен то есть это такой вариант но клапан хорошая штука однозначно однозначно все друзья мои на этом я думаю можно заканчивать принципе практически все вопросы я вам рассказал которые в основном спрашивают а вконтакте есть группа где вы можете обсуждать ролики обмениваться опытом пожалуйста милости прошу все друзья всем спасибо до новых встреч милости прошу все друзья в